Всем привет! С вами Павлов Ревью. Сегодня у нас в обзоре два фильма о Семейке Крутс. Сейчас в кинотеатре как раз вышел сиквел, и я хочу об этой франшизе поговорить. Ну что, поехали! Приближается праздник, Новый год. Если вы хотите сходить в кино и посмотреть что-то веселое и легкое, то с этой задачей вполне справится мультфильм и Семейка Крутса новоселье. Должен честно сказать, он мне понравился меньше, чем первый фильм, но все же совсем неплох. Ну что, разберем поподробнее. Первый мультфильм о Семейке Крутса вышел в далеком уже 2013 году. Режиссеры Кирк Де Мику и Крис Сандерса, тот самый Крис Сандерс, который снял «Как причить дракона». Классный мульт. Семейка Крутс мне понравилась прежде всего своей концепцией. Как найти баланс между традициями и прогрессом. Если бы человечество чтило только традиции, то мы до сих пор бы бегали в звериных шкурах. С другой стороны, традиции помогают выжить в этом небезопасном мире. Действие происходит где-то в каменном веке. Семейка Крутс – пещерные люди и живут, понятное дело, в пещере. Они остались одни на суровой земле. Неудачников соседи либо съели, либо раздавили. Хорксы. Их сожрал песчаный змей. Эрфсов укусил комарик. Атроксов. Сгубила простуда. И только Крутсы. Это мы. Только Крутсы выжили благодаря моему отцу. Хранитель традиции игру, глава семейства, всячески оберегает своих домашних. Они выживают как могут, как делали их предки. Охотятся время от времени. Хотя получается это у них не очень продуктивно. Однажды дочь Груга, своевольная Гип, случайно встречает малого, который обладает чуть повышенным интеллектом. Он показывает ей огонь, убеждает, что скорая земле, на которой она живет, придет конец. Сначала земля задрожит, потом развернется, все рухнет вниз. Огонь, лава. Я не драматизирую, но... Поверь, все, что есть у нас под ногами, все вокруг исчезнет. Приближается конец света. И героям, чтобы спасти от грядущего катаклизма, придется покинуть обжитую пещеру. И отправиться в неведомый мир. Вроде бы сюжетная схема проста. Добраться из точки А в точку Б. При этом мультфильм очень драйвовый. Динамичное повествование. И удивительное преображение героев. Персонажи прекрасно драматургически прописаны. У каждого свой неповторимый характер. Между ними есть конфликты интересов. Самый главный конфликт, конфликт Груга и Малого. Когда папаша с приходом Малого постепенно теряет доверие семьи. Мы все пойдем за Малым. Малым! Малой, беги! Сначала у Груга конфликт с дочкой, а потом со всеми. Папаша Груг со своими правилами и страшными сказочками на ночь про то, как умирают все, кто не послушается и вылезает на свет. Но он постепенно меняется под влиянием Малого. Груг отличный отец. Строгий, но очень заботливый. Любящий и берегающий свою семью. Он боится всего нового. Добра добра не ищут. Хранитель традиционных ценностей. Ему приходится трудно в изменчивом мире. Но он на все готов пойти ради семьи. А их отношения с тещей дорого стоят. Если бы у него вдруг родилась собственная идея, я бы, я бы умерла на месте. Антипод Груга, любитель прогресса. Малой. Герой, который показывает свои открытия пещерным людям. Он подарил им огонь. Для пещерных людей, которые вечно сидят во мраке, это был следующий этап эволюции. Он как Икинг в мультфильме «Как приучить дракона». Только приучал он тут пещерных людей, высказывая им интересные идеи, которые по факту изменили их жизни. Я назвал это «Мозг». И я почти уверен, что все идеи прождаются в нем. Па, а у меня нет мозга. А непонятное дело считали его гением. Но не все, конечно. Груг его не взлюбил за хипсерский вид, за пропаганду нового образа жизни, разрушающую пусть и тяжелую, но знакомую старую жизнь. Что-то прежде мы и без мозга неплохо обходились. Пещерным людям мозг не нужен. У нас есть вот что. Нет, нет, вот о чем я говорю. Мозг удел слабаков. Дочь Груга Гипп, любознательная девушка, которая, несмотря на отцовские внушения, не считает, что все новое – это плохо, и быстро осваивает новую жизнь. Еще есть сын Груга, Тунг, этакие милые простофилия. Персонаж очень комичный, он, напротив, слушается Груга и боится нового. Он противоположный сестре, который всячески лезет в неприятности за приключениями. Можно сказать в целом о всех персонажах. У них есть цель – выжить. В мультфильме это подается, как улететь на крыльях в завтра. Мы запрыгнем на солнце и помчимся на нем в завтра! Стойте! Так вы все решили это сделать? Тунг! Извини, пап. Это значит, что надо рискнуть. Сделать что-то новое и не оставаться на одном месте, а развиваться умом и телом и найти тот потрясающий мир. Герои меняются в лучшую сторону. Потом по плюсам – анимация проработана очень качественно. Помимо персонажей, которые выглядят оригинально и запоминающе, сами миры очень красивые. Они выглядят фантастично, как будто это фантастическая необитаемая планета из «Звездных войн» или тот же фильм «Аватар». Но это не все. В фильме присутствуют выдуманные животные, которые неплохо так вливаются в концепт, например, скрещенный тигр и сова. Дальше сама идея мультфильма понятна как и детям, так и взрослым. Этот мультфильм показывает, что времена меняются, а проблемы отцов и детей, проблемы семьи – вечные. Фильм прежде всего про взрослую жизнь. Ведь только мы решаем сидеть всю жизнь в пещере или рискнуть и открыть для себя что-то новое. Бояться жизни или нет? Дальше музыка. Алан Сильвестри сочинил запоминающийся саундтрек для крутцев, придающий картине дополнительный стиль, эмоциональную составляющую. В каких-то моментах это динамичная музыка, а в других – медленная душевная музыка. Потом самый большой плюс – это юмор. Он настолько смешной, что можно пересматривать мультфильм много раз. Смешат и персонажи, и действия. Наверное, самое смешное с легким налетом черного юморка – это когда Грук всем сердцем надеется на смерть старой корги-тёщи. Ещё жива! Вот радость-то. Также надо отдельно отметить отличную озвучку. В оригинале Грук озвучивал Николас Кейдж, а на русском же – Дмитрий Назаров. Ну, на все сто. Также очень динамичный монтаж. Понятно, почему мультфильм в 2014 году получил «Оскар» за лучший анимационный фильм. По итогу, это очень хороший мультфильм. Ставлю 9 из 10 и переходим к сиквелу. Семейка Крутц. Новоселье. Режиссёром фильма стал неизвестный Джоэль Кроуфорд, у которого я нашёл только краткометражку «Праздник троллей» 2017 года. На этот раз главной темой мультфильма стал конфликт цивилизаций. Авторы пытаются быть актуальными. Такие харизматичные герои, как Крутцы, просто не могут усидеть на месте. Они смело идут навстречу самым опасным приключениям. Они ищут то место, где они смогут жить спокойно и не убегать от опасностей. В один прекрасный день они находят дивное место за стеной, где обитают более разумные люди Беттерманы, которые живут в своём райском саду, где есть куча еды, прям мир их как у намататы. Жизнь без проблем. Но жизнь в новом экзотическом месте меняет Крутцев, и эти изменения не в лучшую сторону. Например, Тунг стал зависим от просмотра окна. Это так называемая отсылка на телезависимость. Целыми днями сидит и пялятся в окно. Надо ограничить время просмотра окна. Тихо, дружок, птичек показывай. В моё время мы не пялились на птичек, мы на них охотились. Оставь меня в покое. Сами же Беттерманы совсем не хотят, чтобы с ними жили дикари. И на этом и строятся их конфликты, которые в принципе забавные. Когда пришли в светлое будущее, а там уже кто-то живёт. Ой. Мы Беттерманы. Беттерманы? Значит, лучшие люди. Ахо, это ваш дом? Да, здоровый. Конфликт не только с Беттерманами, но и внутри семьи. Грук не принимает новый мир на первое время и против новых занятий семьи. Конечно, это уже небольшой повтор, так как в первой части Грук тоже не принимал новое. Но вот единственное, что мне не нравится, это внешний конфликт, который уже очень банальный для такой креативной франшизы. Обезьяна собирает бананы с Беттерманов как дань для огромной обезьяны. Из самых популярных примеров фильм Кинг-Конга, где туземцы приносят в жертву туристов, чтобы удовлетворить обезьяну. Замени туристов на бананы или наших героев и будет то же самое. Но в целом битва с огромной обезьяной выглядит эффектно. А так, если говорить про сюжет в целом, то главная тема – это семья. Древний мир полон угроз и опасностей. Но семейные ценности победят. Понятные добрые смыслы для детей и взрослых. Что там еще по плюсам? Юмор, как и был с первой части, хороший, так и остался. Милый, в какой-то мере, черный юморок в духе времени. В целом, больше шуток в части, когда Крутцы приспосабливаются к новому месту. Немного шуток от обедарманов и новых животных. Которые, блин, кто придумал? Скрестить волка и паука – это как по мне уже чересчур. Анимация стала еще круче и эффектнее. Добавилось много эффектных надписей. Миры стали еще более красочными. Даже местами чересчур красочнее. По итогу, мультфильм неплохой. Можно сходить, посмотреть, посмеяться. Да, конечно, сам сюжет не идеальный. В нем много штампов. Но все-таки есть у него тот драйв и кураж, как в первом фильме. Хоть и режиссер другой, но видно, он старается сохранить ту динамику событий, как в оригинале. Ставлю 8 и 10. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Также пишите комментарии, как вам Смейка Крутц. С наступающим вас Новым Годом. С вами был Павлов Ревью. Пока увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok